Ольга Кашкина вышла на пенсию в 55 семей за плечами 30 лет трудового стажа. Сейчас она получает пенсию в районе 9 тысяч сомов. Ольга Кашкина считает, что каждому гражданину должна начисляться пенсия в зависимости от стажа и квалификации. Я всю жизнь проработала, да, получается. Я буду получать столько же, сколько они ни одного дня не проработали. Или проработали там, ну я не знаю сколько, совсем немножко. Конечно негативно. А как, ну с какой стати мы должны приравнять вот тем, кто уже работал столько лет стажа. В Кыргызстане растет число пенсионеров. Ежегодно на пенсию выходят до 55 тысяч граждан. Большинство из них это люди, вышедшие на пенсию по льготам или же досрочно. Соцфонд обязан выплачивать пенсии всем без исключения по достижению определенного возраста, вне зависимости от стажа. Поэтому имеются пенсии в размере 600-700 сомов. Пенсия состоит из нескольких частей. Базовая часть пенсии – это базовая поддержка государства. Страховая часть пенсии – это каждый гражданин своими отчислениями зарабатывает страховую часть пенсии и накопительная часть пенсии. Так вот, если человек свою пенсию в районе трех прожиточных минимумов пенсионера, на сегодня это 6395 сомов пенсионер, вот если умножаем на 3, это порядка 19 тысяч сомов. Если он сам самостоятельно не смог заработать на этом уровне пенсию, то, соответственно, государство платит ему базовую часть пенсии. Базовая часть пенсии плачется в полном размере, если у мужчин есть 25 лет стажа минимум, у женщин 20 лет. Если стаж меньше, то пропорционально базовая часть пенсии меньше. На сегодня в стране пенсии получают более 750 тысяч пенсионеров. Социальный фонд подготовил законопроект по реформированию системы, где были прописаны такие нормы, как минимальный стаж, базовая часть пенсии и так далее. Но парламент возвратил документ обратно, не рассмотрев его. То есть мы бы планомерно пошли бы именно по этапам выполнения нормы, конституционной нормы выше ПМП, выше прожиточных минимум пенсионеров. Но не механически, как нам предлагают, да, всем взять и всем дать, да, а именно планомерно, справедливо, то есть не руши механизмы, какие-то законы пенсионной системы, а именно с учетом справедливости, с учетом вклада каждого гражданина стажами, либо суммами страховозносов поднять уровень пенсионного обеспечения. И тогда бы у нас где-то, по нашим меркам, 15-17% уже действующих пенсионеров сегодня, они бы получали бы уже выше, прошли бы выше планки, прожиточных минимум пенсионеров. То, что Дюор Кукинеш возвратил документ обратно, говорит о том, что реформ в данном секторе придется ждать еще полгода. В Союзе пенсионеров это решение расценили как неуважение к пенсионерам. То есть все это должны были именно при обсуждении рассматриваться, но они, к сожалению, минут 10 рассмотрев, наверное, услышав голос одного там лидера, который сказал, что они оказываются принесли тот же законопроект, ничего не меняли, то есть доводы были это не подтвержденным фактами. Если они прожиточный минимум не внесли, это не значит, что надо законопроект отклонять. Его надо было рассматривать, слушать и принять в хорошем чтении, чтобы жизнь пожилых людей, она улучшалась каждым разом. Если бы в этот раз закон приняли бы на основании этого закона, потом бы менялись бы и нормативы права и акты, я думаю. В Кыргызстане пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, а для женщин – 55 лет. 57% пенсионеров, а это более 424 тысяч граждан, получают пенсию выше прожиточного минимума, а 43% ниже. Ежегодные надбавки или же увеличение пенсии происходит в октябре. Насколько процентов в этом году будет она увеличена, станет известно в августе. Продолжение следует...